По итогам девяти последних месяцев наблюдается рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, либо при их участии. В целях профилактики, а также для привлечения внимания к данной проблеме, была организована пресс-конференция для представителей средств массовой информации в Управлении внутренних дел Брестского облсполкома. УВД Брестского облсполкома организовала брифинг по теме безопасности детей, а также преступности в подростковой среде. Актуально будет сказать, чем вызвана такая тематика. Дело в том, что сейчас закончились летние каникулы, а летний период наиболее продолжительный. И как раз в этот период времени происходят наиболее резонансные преступления, наиболее резонансные правонарушения, которые совершают несовершеннолетние. На территории Брестской области по итогам девяти месяцев текущего года характеризуется ростом подростковой преступности со 129 до 146 преступлений. Это 13%. Наиболее распространенными преступлениями в подростковой среде стали кражи имущества, хулиганство, незаконный оборот наркотиков. Наиболее актуальной проблемой является это незаконный оборот наркотиков. Так, в текущем году за сбыт наркотиков задержано 10 несовершеннолетних, в то время как за аналогичный период прошлого года – 7. В отношении этих подростков возбуждено 10 уголовных дел. Чтобы избежать трагических последствий, необдуманных поступков, сотрудники правоохранительных органов рекомендуют обращать внимание на круг общения, изменения в поведении своего ребенка, максимально контролировать переписку в социальных сетях. Родителям, скорее всего, необходимо на каких-то ранних этапах контролировать, где ребенок и что посещает, какие-то сайты, то есть чем он интересуется, понимаете, как они в социальных сетях все это обсуждают. То есть, если один кто-то в компании попробовал, они будут между собой все это обсуждать. То есть, это можно отследить путем, наверное, перечитывания какой-то переписки и так далее, и так далее. Существует масса программ родительского контроля. Родитель может установить мобильный телефон своему ребенку при покупке и знать, чем его ребенок интересуется. Важность роли родительского контроля и положительного примера подчеркивалась и при освещении темы дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Ведь зачастую плохой пример подают именно старшие товарищи или родственники. По статистике, с начала тетущего года, радио-корректной местной области зарегистрировано за 7 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 1,5 погиб и 50 получили травмы в различной степени тяжести. Рост таких ДТП зарегистрирован в городе Бресте. 16 дорожно-транспортных происшествий по сравнению с нынешним периодом прошлого года, плюс 11 ДТП. Компетентно и открыто пообщались с журналистами и на тему противодействия преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Так, за 8 месяцев текущего года выявлено 75 таких случаев, из них 23 относятся к категории особо тяжких. На 99% мужчины, лица мужского пола, которые являются непосредственно, входят в круг общения ребенка. Это могут быть и близкие родственники, к сожалению, и дяди. И были у нас факты в прошлом году зарегистрированы, когда даже родные дедушки являлись преступниками данной категории преступлений. Поэтому нужно разграничивать все-таки два направления. И, опять же, нужно быть родителями очень дительными. Сейчас очень много преступлений, вербовка детей происходит в сети интернет. Поэтому как с наркотиками в случае, так и с совершением отношений детей и подростков сексуальных преступлений, необходимо все-таки изучать, с кем вообще списываются ваши дети. На базе учреждений образования сотрудниками правоохранительных и других государственных органов проводится большая работа, направленная на профилактику преступности в подростковой среде и преступлений, направленных против несовершеннолетних. Но самым надежным залогом безопасности вашего ребенка являются доверительные отношения в семье. Если ребенок не найдет поддержку и понимание дома, то есть большая вероятность, что он отправится на ее поиск в другом месте.